Обед моряка, ребята, вы просто посмотрите. Федерический салат, какую большую в объеме я никогда не видела. Сегодня я наконец-таки посмотрю на новую набережную Терешковой в Евпатории. Насколько востребованы детские пространства. Здесь охренеть, какую набережную, какой пляж сделали. Водорожцы есть везде, и тут они тоже униют, воняют. Море открытое, смотрится как океан. Вот такой пляж, да, я понимаю, что в летний период времени участке, у него площадь 10 соток, его можно купить от миллиона рублей. Рядочком электричество, здесь газ. Это то, о чем я вам говорил. То есть побережье здесь просто, вау. Как это красиво смотрится. Да, то вы посмотрите, какой вид. Просто фантастика. Ммм, вы уже здесь? Доброе утро, ребята. Приветствую вас из Крыма. Это межводная гостева дом Лидия. На него я снимал обзорчик, показывал номера, в которых мы отдыхали. И вот Елена вчера взяла меня, украла. Говорит, Юра, здесь есть суперпредложение по участкам, поехали. Кстати, поздравляю подписчиков тех, кто прикупился земельку. Желаю, чтобы скорейшее мирное небо вы сюда переезжали и наслаждались жизнью в Крыму. Здесь же набирают бассейн. С 1 мая сказали, он будет работать, запустится. В прошлый раз я показывал, но здесь стоял туманчик, не было солнца. И было, наверное, немножко непонятно, как это все выглядит. Вот это озеро Джаралчак. Это такой маленький яралчак. Между ними есть дорожка, которая ведет более коротким маршрутом межводная. То есть не обязательно ехать в ту сторону. Вот сюда мы видим, это Черноморская там находится. Далее у нас дорога, которая ведет на Черноморской. И вот это вот все, это яралчакская бухта. И дальше открытое Черное море вокруг нас. Вот если посмотреть на карте, то межводная, вот особенно где мы тут находимся, она только, видите, как полуостров. Озеро Джаралчак, Яралчак и Яралчакская бухта. То есть все, в принципе, рядышком. До моря здесь крайне недалеко. У соседей, видите, частный сектор. Деревья цветут, тюльпаны. Я немножко позавидовал, когда вчера захожу. Ночью, говорит, здесь бассейн набираем. А что вы уже собрали запускаться? Говорит, да, с 1 мая. То есть у нас еще не все запустится с 1 мая в частном секторе. Здесь действительно частный сектор. На западе Крыма уже ребята собираются работать. Молодцы. Ну, это из-за того, что брони едут. Мои подписчики, кстати, после прошлого видеосюжета сюда на отдых тоже собираются. Им желаю отличного отдыха. Пускай у них все получится. Ух ты, сейчас красиво. Цветет во дворе. Мой номер, вот этот раз, 17-й. Он зеркальный. Прошлый номер, так быстро покажу. То есть заходим здесь. Холодильник, чайник. Здесь у нас кроватка, на которой я уже поспал. Поэтому номера лучше снимать перед тем, как мы заехали. Барашка, здесь душ. Но могу показать, как минимум, как я оставляю номер. Здесь куча полотенцев. Я искупался. Напор воды шикарный. Зеркало есть хорошее. Ну и здесь место для хранения. Тапочки, вешалки, плечики. Одеялко было. Ну, хотя в номерах очень даже жарко. Не то, что тепло, а жарко. Пока Лена отходит от сна, она меня отправила в Черноморское на ее машине, чтобы заправиться. Потому что бензинчика у нас нет. Ну, это подстава, на самом деле. Смотрите, у меня бензина почти нету. А мне проехать на 17 километров. Надеюсь, что у меня, конечно, получится. Ну, Лена. Эх, огонь просто. И плюс у нее что-то задняя левая колодка там дальше. Походу ее нет. Это у нас межводная. Вот Вакал, да, наш там, видите, поселок, когда видит просто вот такие широкие улицы. Причем это не центральная. Навигатор мне говорит, что осталось еще 11 километров. Бензин уже сравнялся там с красной лесочкой. Ну, мы едем как раз мимо тех участков, которые мы тогда снимали с Еленой. Там их распахали. Видите, даже западное побережье обрабатывается. Здесь работа. Идут постоянно. Уверен, что Крым уже навсегда с нами. И больше никто так шутить с территориями не будет. Мы доехали. Это хорошо. Сотка. 79.99, 59.99, 95.92, 54.99. Дизельная Ультра 68.99. Дизельная обычная 65.99. И ЛПГ 3199. Специально на Тан, потому что она сказала, что надо на Тане заправляться. Так, время 10.42 у нас. И у меня есть ее карточка. Все документы на машину. Черноморшкам передаем привет. Мы сюда еще сегодня вернемся. Мы с вами возвращаемся обратно на завтрак. Хотя уже в 11 часов, наверное, уже там больше на обед должно быть похоже. Ну, я худею, я как бы дорвально. Смотрите, какие тут пространства красивые делаются. То есть везде благоустройство идет. Чистенько, уютненько. Просто спортплощадки на каждом углу. Тоже под навесом, пожалуйста, для вокаутов. Больная поля. Почему нас так метить его не делают, а? Обратно я тоже вернулся отлично. Напоминаю, улица 70 лет. Октября 12. Гостевой дом Лидия находится здесь. Завтрак, ребята. 11 часов 12 минут. Вы представляете? Нормально, нормально. Завтрак. Наш день у нас в руках. Мы его сделаем, как мы хотим. Завтрак. Я в 6 утра проснулся, ребят, чтобы вы понимали. Ты что, снимаешь? А Елена легла в 4 утра. Ну, когда можно завтракать, Юра? Если в 4, то положишься спать. Так надо было не спать, косить надо. Елена, будем вот с таким видом во дворе сейчас завтракать. Я бы наверх солез, бы там вообще очень круто. Вот такой шикарный обед у нас, который типа завтрак. Елена ограбила ресторан в Анапе. Это с чем называется? Лодочка. Это качапури с картошкой с грибами и вегетарианское меню. Я же вегетарианка. А я-то нет. Юра, у нас все вегетарианское. А я-то нет. Я забыл, что это будет. Я думал, что там колбаса. Где колбаса? Не будет колбасы ни в коем случае. А это что? Тут тосты. Да, у меня уже неинтересно, я понял, что колбасы там нет. Да, там соус, помидоры, сыр. Это вкусные тоненькие лепешки грузинские. А соус что? Это свекольный такой тартарчик. Ну, в общем, приятного аппетита, ребята. Это очень вкусно. Межводная, улица Октябрьская. По прямой она идет туда, к морю. А это улица Мира. Здесь на пересечении уже проведен газ. К участкам также имеется электричество. А что вам еще надо для хорошей жизни? Интернет и все есть, да. Ну, сотовая сеть как минимум ловит. У меня Краснодарский край МТС 4G полная сеть. Сейчас давайте дойдем на море, посмотрим, что там впереди. А вот этой улице, я смотрю по карте, там два квартала. Вдруг вас заинтересует ИЖС в этих местах тоже, обращайтесь к Елене. Она вам подскажет по ним. Но вы можете увидеть, что здесь не строят частные дома, строят мини-гостинички для бизнеса. Мы просто в первый проволок в сторону моря свернули. Это открытое море, мы не в бухту выезжаем. Везде дома, везде. Какие тут красивые участки. Это же тоже раньше были гектары, которые люди покупали. Пришел поселок и перевели ИЖС. По берегу моря стоят газовые колонки, то есть сюда газ тоже подведем. Вот они, видите, газовые эти столбики, впереди качелька и морюшка красивая. С левой стороны здесь тоже строительство гостиниц идет. Ну, не строят частный сектор, потому что он тут не нужен. Ну, девушка тоже поехала на море смотреть. Насколько круто сейчас с газом идет программа, потому что возле каждого двора, даже дома недостроенные, уже выводы газа стоят. Меня это прям очень удивляет. И вот в левую сторону тоже участок газ, участок газ. Круто. Ну, сейчас возле сельхоз участков газ, Юр. Не только возле ЖС. Вот на скамеечке, кстати, туда дальше еще одна скамеечка есть. Обратите внимание, строение. Я думаю, что сюда дальше просто чуть-чуть участки притормозили. Потому что с той стороны уже за эту территорию переходят домики. Ну, а тут пока улицы нарезаны. Так вот тоже ребята приехали смотреть, фотографировать море. Да, там посмотрите, какой вид. Просто фантастика. Думал, что ребята местные, поинтересоваться у них. И здесь есть спуски, очень легкие к морю. Но они тоже ищут. Здесь территория охраняется. Там, где легкие спуски, стоят военные. Очень хорошая линия обороны, чтобы защитить Крым. Поэтому сейчас это нормально, что нет возможности легкого подхода. Там снимать нельзя. Потому что это сейчас наша с вами безопасность. И особенно безопасность любимого полуострова Крым. Красоту моря вы отсюда ощутить можете в полной мере. Будьте аккуратны. Ну, я тут бы спустился даже. Кристальная вода. Небольшие такие водоросли, камушки. Представьте, как здесь круто будет полазить с маской, с ластами поплавать. Я думаю, в дальнейшем, когда гостиницы построятся. Ну, в ту сторону 100% есть пологие спуски. Ну, а здесь, на высоком берегу, лесенки реализуют. Так как мы в прошлом видео видели с вами, там, где человек себе завел ферму. Сделал себе свой собственный пуст, свой собственный пляж. И живет, кайфует. Собственно, и здесь к этим гостям будет то же самое. Ну, а пока мы с вами можем наблюдать вот такие вот еще и обвалы породы. Вау. Главное, чтобы оно подо мной сейчас не обвалилось. Иначе будет прям печально. Как вам? Лайк, по-моему. И место невероятно крутое. Я поймался на мысли, что не хочу останавливаться. Насколько здесь красиво. Изрезанные берега волнами притягивают мои взгляды. Я такой, иду, иду, иду. Елена там общается с ребятами. Я с ней познакомился. Они тоже знакомятся с этой местностью. Думаю, что думают о покупке себе здесь жилья. Придойдем к Елене, потом узнаем, что они ей рассказали. Всегда интересно, почему выбирают то или иное место. Конечно, надо быть аккуратным. Это все мелочи жизни. Если тебе должно не повезти, то надеюсь, что это случится не всего. Прикиньте. Ну, круто. По-другому не сказать. Ладно, хватит. Я сам пофапаю, а то я тут наснимаю контента, который, наверное, вам и не нужен. Море просто манит. Сидишь себе такой на берегу на скале и ловишь удовольствие от счастья. Того, что здесь ты, море и природная красота. Кому-то вот не хватает пейзажей, как Сочи, как на ЮБК, там пальмы, растительность. Я просто люблю море. Не прямо уходящее в глубину, вот с такими красивыми берегами, изрезанными, по которым тоже можно походить вниз, спуститься. Вот там, где можно поплавать, между камушков. Это все в доступе. Ну, в каждом, как говорится, свой берег. Пальмы тоже прекрасны. Я люблю и Сочи, и Абхазию, и Степи. Вот так. Приезжайте обязательно в западное побережье Крыма. Отдыхайте, ребятки. Я думаю, что здесь у вас тоже все будет красиво. Откуда они что хотели вообще? Ну, они присматривают возможность какую-то купить участок для своего друга из Питера. Отвечает западный берег Крыма и хочет именно здесь для какого-то своего расширения бизнеса и для жизни посмотреть какой-то хороший участок. Ну, как раз клиентов вам нашел. Да. Вот так вот, ребят, общайтесь больше с людьми. Это вам принесет эта жизнь еще больше доходов. Елена, сейчас поговорим вообще о прошлом видео. У нас было много вопросов, которые вы задавали. Друзья, где я сейчас стою? У истоков возможностей, которые сейчас есть у западного Крыма. Потому что западный Крым сейчас находится в том состоянии ожидания чего-то очень сильно интересного. Развитие западного Крыма не за горами, поверьте. Я начну с того, что я хочу рассказать, почему я это делаю. Много вопросов поступает. Что за Елена? Почему она такая? И почему она рассказывает про западный Крым? Меня зовут Елена Тарасова. Больше года назад я сама познакомилась тесно и близко с западным Крымом. Но весь год я не делилась этой информацией. Возможно, потому что в силу своей предпринимательской деятельности и своего всегда серьезного подхода к тому, что я делаю, я не могла делиться тем, чего я еще сильно хорошо не знаю. Сейчас, когда прошло больше года, как я познакомилась с этим регионом, даю людям возможность понять его, узнать его и найти, возможно, для себя какие-то интересные решения для осуществления своей мечты. Переезд или иметь свой кусочек земли, свое уютное местечко на берегу Черного моря в Западном Крыму. Или это же какие-то бизнес-проекты, возможность сюда прийти тогда, когда это еще на стадии подготовки к чему-то масштабному, грандиозному. Конечно, в этот период времени, как сейчас, это самое выгодное время для того, чтобы приобретать землю в Крыму. Неважно, для инвестиций, для бизнеса или для жизни. Так как я сейчас уже имею опыт, информацию, изученную ситуацию в этом регионе, я могу делиться. Исходя из своего ощущения, из своих знаний, я могу быть вам полезна, как экспертное мнение. Вы можете ко мне обратиться и задать любой вопрос, и я вам подскажу лучший вариант решения, на мой взгляд. А вы сами выберете, принимаете вы его или нет. Мое желание здесь делиться с людьми, это единственное, что меня мотивирует, это давать другим людям тоже возможности, имея их у себя. Лично мой уютный и любимый сейчас регион в Западном Крыму, это поселок Межводный, развитый. Здесь он из советских времен был популярный. Очень много туристов здесь всегда было и будет еще больше, потому что весь север Украины и Белоруссии раньше в советские времена ездили сюда отдыхать. Этот регион называют Крымскими Мальдивами за счет того, что здесь белый песок, лазурная вода, комфортное море. Всегда очень теплая, хорошая вода без холодных подводных течений. И нету таких сезонов, когда она может быть некрасивой или некомфортной. Этот регион мне очень нравится тем, что можно сейчас значительно дешевле, чем в каких-то других местах, связанных с морем, приобрести для себя земельный участок. Оказывали, что строится ИЖС прямо на берегу моря. Дальше есть от Межводного и хорошие интересные предложения с землей в виде гектар, для каких-то инвестиционных проектов, для бизнес-проектов. Само Межводное привлекательно еще тем, что здесь есть белый песок, лазурная вода. Это в виде центрального пляжа, очень длинная коса, два с лишним километра. Есть вот такой вот скалистый берег, как здесь с карманными пляжами. На протяжении всего этого берега от Межводного есть спуски. Каждые 200, 300, 400 метров. Каждый раз это новая картинка и ощущение от моря. Каменные баньки, где-то есть террасы, что это твое только место и больше ничье. Здесь с большим уважением другие люди относятся к тому, что если ты находишься в каком-то карманном пляже и отдыхаешь, другой человек идет дальше. Эти виды красивые привлекают людей, которые хотят отдохнуть от суеты, от какой-то активной жизни. Приехав сюда, можно по-разному построить свой отдых. Люди на центральном пляже или там, где хочется уединиться. Плюс здесь есть два соленых озера, Джерлгач и Ирлгач. Они с лечебными грязями. Конечно, всегда грязи были популярны. Рядом город Сакские грязи знаменитые. То это в межводном тоже есть такой вариант полечиться. Общий морской климат здесь, сухой морской, очень легко легочникам. И те люди, которые страдают астма, аллергией, себя тут чувствуют комфортно. По направлению здравоохранения в Западном Крыму тоже будут развиваться оздоровительные центры. Я знаю уже некоторые проекты, которые здесь будут приходить. Какие грандиозные большие отели будут ставиться на западном берегу Крыма. Часто спрашивают, мы можем, с нашими возможностями можно, озвучивая суммы какие-то, а у нас только вот такой бюджет. Я вам хочу сказать, это для всех. И всем всё можно. Не надо иметь какие-то большие деньги. Надо просто иметь мечту и желание двигаться к ней. Обращайтесь всегда ко мне, я помогу искренне. Потому что я предприниматель, но с большой душой. Я люблю именно отдавать людям то, что я сама имею. По-другому мне просто неинтересно. Если вы слышите меня и чувствуете, что вам будет интересно со мной пообщаться, я буду очень счастлива и рада быть вам очень сильно полезной. Что, решил попробовать, ребятки? Азбука Крыма. Кефир однопроцентный. Стоимость 122 рубля. Дороговатый кефир, конечно. И водички взял из Крыма с лимоном и лаймом. Вот такое вот, грязь. Это хорошо, когда ты не за рулём и можешь попробовать кефир. А что классное в межводном, что ты практически везде на море. Сейчас с левой стороны наблюдаем центральный пляж. Мы туда подъедем еще раз в этом видео, чтобы вам показать местечко берега. Более низкие. Это не открыто море, а именно бухта Яругачская. Там поселок, это улица Приморская набережная. Ну, тут в дальнейшем, я думаю, тоже будет развитие. Почему бы тут не появится какой-либо набережной. Подход к пляжику. Вот так вот. Как это красиво смотрится. Морешко. Солнышко сети стоят. Интересно, какая водичка. Ну, прохладнее будет, чем у нас. Радусы на 2, на 3. В этой части Черного моря, за счет того, что глубины больше, чем в Анапе, море прогревается гораздо дольше. Вот так вы просто посмотрите, какие места. Какая красота. Фантастик. Покупайся не хочу. Плотненький, вкусный кефирчик. Мне понравился. Какие здесь разнообразные берега. Мы только что с вами были на высоком берегу. Здесь приехали. Здесь такие каменистые. Тоже вкраплением песчаным. Зеленый берег. Только куда можно с машинкой подъехать. С палаточкой встать. Сзади меня находится центральный пляж, где белый песок. Там кристальное лазурное море. И вот вся вот так коса. Полностью как раз таки из такого же песка и состоит. Ну, как говорю, мы не имеем возможности везде там пройтись. Я думаю, в скором будущем наши добьются победой. И тогда мы побываем на каждом клочке этих пляжей. Как невероятно наша планета. И какие пляжи создают при этом, чтобы вы могли приезжать и получать именно тот отдых, который вы хотите. То есть кто-то захотел на камни, пошел на камни маски ласты. Кто-то хочет на песочке тоже. Это все в одном поселке. Также и грязи лечения, и соленые озера. Все для вас. Смотрите, ребятки. А тут еще можно найти настоящий чудный камушек. Камень счастья. Даже чуть-чуть сердце напоминает. Крутяк. Друзья, вот недалеко буквально от этих красивых берегов. Куда ни глянь, они и краши, и краши. У меня есть очень хорошее предложение по землям. Землям ИЖС, кто хочет иметь под индивидуальную застройку. И земли сельхозназначения. Есть земли ЛПХ. Сразу отвечу на очень частый вопрос. А что такое земля сельхозиспользования? Что с ней делать? Это земля как белый лист бумаги. Любые земли всегда изначально у нас в стране. Это сельхозиспользование. Дальше они уже по мере возникновения какой-то задачи, как ее использовать, возможно переводы в другие категории земель. Меняется в РИ, в зависимости от того, как вы хотите использовать. И в зависимости от законов. Земли сельхозиспользования. Это, конечно, задел на будущее по развитию каких-то коммерческих проектов. Развитие туризма, создание кемпингов, глэмпингов, отелей, разными другими фермерскими направлениями. Здесь, например, можно выращивать виноградники и делать винодельни. Перспективы очень большие. Поэтому для инвестиций, либо для коммерческих использований покупают земли сельхозназначения. Потому что на ИЖС землях строить бизнес нельзя. Земли сельхозиспользования. Важно, где они находятся. И именно здесь, в окрестностях Межводного, у них очень выгодное расположение все близ моря. Это дает большой потенциал этим землям. Рекомендую обязательно задуматься над этим вопросом. Все вопросы пишите, буду отвечать подробно. Езжаем сейчас от пляжа, где только что записывали. Тут по прямой у нас проезда нету, но вокруг этого участка он существует. А здесь идет улица, которая считается как бы набережной, на которой расположены просто такие развлекательные моменты. Вот здесь на машинках, картингах можно кататься. С левой стороны у нас база отдыха «Дружба» называется. И также расположены другие отели. Освещение, тротуар, имеются скамеечки, вдоль прогулочной зоны, мусорки. При этом мы видим, что все очень чисто и красиво. Колесо обозрения, на котором можно будет тоже покататься. Оно сейчас законсервировано на межсезонье. Также тут ребята еще на монтаж делают. Мечеть находится здесь, прямо на берегу. И вот в мечети очень красиво тюльпаны растут. Также по улицам ГАЗ, такая вот зона развлекательная. Поворачиваем направо, потому что я там увидел детскую площадку. Я думаю, что площадка тоже бесплатная. Приходите, отдыхаете. И с правой стороны здесь какой-то сквер. Видите, столики есть. И тень такая отсосена очень большая. Ну и вот площадка современная, классная. Также футбольное поле здесь находится. Еще одна площадка для спорта. Тут отдача, господи, сколько их здесь. Я реально прям завидую этим местам. Потому что мы... Это кафе, в которое можно прийти тоже на берегу, покушать. Места для развлечения здесь тоже достаточно. Тут ГАЗ подведен даже к этому кафе. То есть идет и прямо туда уходит. Насколько здесь с этим все просто. Выезжаем и тут сразу вижу, что столовая с левой стороны. Пиццерия, смак имеется. Калипсо, кинотеатр находится. Вот тут девушки гуляют в салон красоты, гурман, винодельная. То есть все, к чему вы, друзья мои, привыкаете на курортах, здесь тоже есть. Когда ходили пешком в прошлый раз, вот тоже на часовне внимание обращали. Крым, Россия, мы вместе. Десять лет уже. Есть такой памятный знак. И также вот здесь я люблю межводные. Здесь административные здания и все остальное. С левой стороны находится вообще школа. Как раз деток видим, которые идут со школы. То есть здесь жизнь есть. Есть и поликлиники, и школы, и детские сады, и аптеки. Все, что только вам может понадобиться. В левую сторону улицы, как раз мимо школы, мы еще чуть-чуть проедем по набережной. Здесь подготовка к сезону идет. Уже открываются все ларечки. Здесь каждая улочка, которая ведет дальше, она вас приведет на пляж. Посмотрите, какие здесь в центре домики. Фрукты, овощи уже продают. Не хватает только вас. Вот почта. Зашел на почту, думал ссылку прикупить. Но говорят, что надо в Черноморске ехать. Сейчас вот в межсезонье здесь с этим сложно. Но зато там очередей нет. То есть только сидит ребят, которые готовы вас обслужить. Прям вау. Ну вот, пройдем еще чуть дальше. Посмотрим по сторонам. Смотрите, VIP гостевой дом называется. Там магазин Аладдин. Действительно красиво все эти места смотрятся. Тут все облагорожно. Плиточка, тротуары, фонарики. Прекрасиво. Магазинчики есть, продукты большие. Закусочные всяких разных. Но вот прогулочная зона в левую сторону. Здесь тоже универсал. Берекет. Пальмы пластиковые. Но пальмы тоже есть. Тача, слон. Красоты. Еще один мини-маркет, друзья. Смотрите, зоны прогулочные. Кстати, в лице не помню, там началось истин. Уже открываются торговые ряды. В основном как бы все закрыты. Но особо страждущие, кто хочет торговать в этом сезоне, уже открылись. Кодек магазин, правда, он пока не работает. Добираемся до улицы. Главное, въезд парка. Здесь направо у нас к центральному пляжу. Помните, мы проходили. Тюбрики, правда, пока не работают. И можем хитрым сапом доехать. Я что-то в последнее время снимаю все обзоры с колес. И очень удобно это делать, когда ты не за рулем. Так что, Елена, спасибо. Помимо того, что она вам предлагает участки, еще и помогает делать интересные обзоры. То есть мы сегодня именно межводные с вами смотрим более плотно, чем туда ходили. Я вставки делал в прошлые разы. О том, как выглядит этот пляж именно в сезон. То, что здесь есть. И благоустройство, и где покушать, и лежачки. То есть и там какая камка, не камка. Было все убрано. Поэтому не переживайте. Вот такой белый песок всегда. Тоже восстанавливают гостиницу. Я в прошлый раз говорил, а как же они, интересно, умудрились построить ее настолько близко. Смотрите, ну сейчас водоросль от берега здесь прибило. Все убирают. И вообще водоросли и крыб, понятие несовместимое. Когда я говорю, что везде в Боре есть водоросли, я тогда рвать, люди говорят, еще в Крыму водоросли нет. Ну, нет, это, во-первых, не камка. Такие, я думаю, что шторма из камушков поснимали их. И надо здесь обращать внимание не на водоросли, а непосредственно на чистоту водички. Ну, что водоросли, лежать себе на берегу. И ладно. Отлично, не мешает. Вот оно, море, лазурное. Это то, о чем я вам говорил. То есть побережье здесь просто вау. Красиво, классно и прекрасно. Шторма, выброс мусора, водоросли на берегах. Ну, реально нормально. Главное, чтобы это в сезон убиралось, и пляж выглядел вот именно так. Вот выхожу на пляж Межводного. Середина сентября. Народа достаточно мало. Погода прекрасная. Море теплое. Беседки знаменитые с красными шторками. Белоснежный песок. Красота. Вот как это выглядит. Снимаю малую часть пляжа. Песок прям белый. Немножко медуз к берегу прибило. Такая тут красота. Дно просматривается даже на несколько метров от берега. То есть здесь все работает. Бунгалки стоят, музычка. Ну и как мы с вами побывали вот там вдалеке на берегу. Там мы подъезжали к кафешкам, которые расположены, готовы с видом на море кормить. Берега здесь шикарные. Но самое крутое место это вот та вот коса, которая как раз таки между озером и бухтой находится. Ну сейчас еще раз, пока нельзя. Тут закусочная открыта. Шаурму можно прийти поесть. И мы уезжаем отсюда. Надеюсь, что как бы вам экскурсия именно по самому поселочку понравилась. Вот красавица выходит, какие школьники. Человек хочет продавать школьную одежду, скорость и золото. Банчики, коготочки, тушечки, какая хорошенькая. Частный сектор здесь. Помимо гостевых домов, дороги тоже неплохие. Самое классное, что инфраструктура, газ, свет, все есть. Тут даже люки от старого частного сектора и центральный водопровод присутствуют. Это главная улица Первомайская, ну то есть которая ведет насквозь через поселок. Если поехать прямо, то мы попадаем в Черноморский. Если ехать в ту сторону, то на Бакальскую косу, на которой мы в прошлых видеосюжетах с вами бывали. Мы выехали сейчас из поселка. Как я и говорил, едем в сторону Бакальской косы. Здесь на въезде мы показывали в прошлый раз вам тут землю. Земля здесь ИЖС. Сейчас мы стоим на одном участке. У него площадь 10 соток. Его можно купить от миллиона рублей. Смотрите, рядышком электричество. Здесь газ стоит. Также есть водопровод недалеко. Как бы единственное, что меня удивило, что в Крыму, чтобы получить 5 киловатт на участок, вам надо будет заплатить за тех условий, трубостойку, там все, 50 тысяч рублей. Если вам надо 15 киловатт, то, собственно, 150 тысяч рублей. Потому что у нас там все-таки введите его как-то по-другому. Там за полгода вам обязаны подвезти к участку, а с трубостойкой вы все остальное ставите за свой счет. Ну, примерно там то на то и выходит. Но здесь прям вот официально такие стоимости. Газ по участкам разведен. И смотрите, у нас 20 метров сюда, 50 метров туда. Вот один колышек стоит там. И здесь вот еще один. Там вот следующий возле того колышка находится. Ну, то есть 20 метров фасад. Участок великолепный с видом на озеро Джиралгач. И есть еще ближе к озеру тоже земельные участки свободные. Выбор всегда есть. Это ИЖС расширенная поселка Межводного. Поэтому выбор есть и на этой стороне, и ближе к морю. Там стоят большие дома построенные. Здесь домики построены. Там поближе к дороге. Если вы хотите поближе к морю, там участки будут стоить, вот которые мы показывали вам вначале, выезжали к берегу. Там от полутора миллионов. Ну, в зависимости от инфраструктуры и расположенности к центру. То есть стоимость будет варьироваться. Здесь за 100 тысяч рублей за сотку вы сейчас можете покупать землю. ИЖС с коммуникациями. Причем местные жители говорят о том, что еще год назад подключение электричества стоило 500 рублей за киловатт. То есть вы могли подключить 5 киловатт за 25 тысяч рублей. А сейчас вот резко скаканала цена. То есть складываться, покупать все коммуникации. Не хотите строиться, в дальнейшем вы продадите дороже. Потому что стоимость кадастровой у этого участка, у него 1 миллион 800. То есть если даже у вас государство их будет изымать в какую-то свою пользу. Или что-то здесь строить в дальнейшем, то вы на этом заработаете. Именно об этих возможностях иметь свой кусочек земли, построить свое уютное какое-то гнездышко на берегу моря, я и хочу с вами делиться. Поэтому присмотритесь обязательно к этим предложениям. Возможно, другие будут. Всегда есть что предложить. В таком красивом, уютном месте с видом на озеро, рядом, просто в ближайшей доступности к разнообразным берегам Черного моря. Как раз предложение в этом и заключается. А еще хочу передать привет 81-летней бабушке, всем людям, которые смотрят. Они продавали тоже свою земельку. Посмотрели видео о том, как рассказываю сладкое прекрасно об этих местах. Это, знаете, прозвучало так. А что это, говорит, участок будет стоить дешевле. Вот подним дороже. Ну, здесь должна быть по-любому моржа, чтобы было выгодно. То есть сам Елене этим заниматься. Чтобы она могла его у вас выкупить. И, допустим, потом на этом немножко заработать. Все по-честному, ребят, то есть никто ничего не скрывает. А наоборот, только для вас возможность, говорится, в любой момент прийти и купить уже готовое предложение. А это важно. Сейчас это поле, причем оно обрабатывается. И оно уже поделено на участки. Это сельхозземля. Здесь отсюда и до вот того сада. То есть земля хорошая, обрабатываемая. И находится она на берегу озера. Мы с вами были сейчас только что, смотрели ИЖС-участки. Они находятся там. То есть спустились чуть ниже. Участки сельхозиспользования, но рядом с границей ИЖС, рядом с морем или озером. Они, конечно, имеют большую, высокую инвестиционную привлекательность. Здесь раньше были бывшие сады. Сейчас эта земля обрабатывается. Здесь можно на сельхозземле в будущем сделать какой-то проект, который вам будет по душе. На местном уровне есть моратория о переводе земель. И только через главный земельный комитет Симферополя это делается. Скоро же все закончится. И сейчас как раз надо готовить почву как раз-таки для каких-то интересных своих коммерческих или инвестиционных проектов. Поэтому земля сельхоз, использование сельхозназначения, но в хорошей локации, это будет всегда очень выгодно. И золотым запасом вашим на будущее. Скачок цен будет, поверьте. Эта ситуация сейчас, она сдерживает цены. Предлагаю просто подумать, заглянуть в будущее. Даже как инвестиция приобретает такие земли. Вы ничего не делая, просто ожидая каких-то других перемен, других времен. Через какое-то время, я думаю, даже непродолжительное. Даже эти же участки вы можете потом продать для людей, которые захотят прийти сюда с проектами и что-то сделать здесь полезное и интересное. Рекомендую очень сильно присмотреться к таким вариантам. Площадь этого участка? 2,8 гектара. По общему полю здесь проходит высоковольтная линия электропередач. Подключить для ваших коммерческих целей можно рядышком к Ростке и озеру. Чтобы у вас была привязочка, вот там мы были за дальней лесополосой, показывали предыдущие участки. Вот под той лесополосой проходит дорога на Бакальскую косу, то есть за ней уже там через поля находится море. В эту сторону озеро мы его также видим. Здесь уже начинает потихонечку заканчиваться. И также есть земли рядышком, линия электропередач. Участок 2,8 гектара, сельхозиспользование. Вот в середине этого красивого зеленого поля. Он располагается, вытянутый в ту сторону. Справо озеро границы Джералгач. Привлекательность инвестиционную имеет в плане цены. Его можно купить очень недорого в этом расположении. У кого есть желание сделать инвестицию, можно обратить внимание, конечно, на это предложение. Озеро Джералгач привлекает, конечно, своими грязями людей. Возможно, сюда тоже дойдут какие-то очень красивые, интересные проекты. Электричество, линия идет, электропередач, станции здесь поблизости прям сильно нету. Но это все делается по заявлению, обращению в Крымэнерго. Мы из Межводного сейчас будем выезжать в село Снежное. Нам туда ехать около 7 километров. Попробуем застечь время. Сейчас 2 часа 55 минут. В 15.02 ровно 7 минут мы ехали до Снежного. Сюда мы видим бухту и море. Впереди мы видим Панское озеро. За ним находится море. Здесь вы видите, что газ стоит. ГРП и выезжаем на земли ИЖС. Газ тоже по всему поселочку проведен. Мы стоим на землях, которые раньше использовались для сельского хозяйства. Здесь вид на озеро Панское, на Черное море, на бухту и на само Межводное. Недалеко здесь находятся и молочные фермы, на которых можно покупать настоящие фермерские продукты. Ну и вот сам участок. Раз, колышек, два, три, четыре. То есть кадастровые карты. Здесь они вот так вот нарезаны. Вот там находится газ. Здесь есть электричество. С правой стороны мы видим с вами электрическую подстанцию. Прямо рядышком с этим участком. Почему стоит рассматривать ИЖС участки в Снежном? Во-первых, это для людей, которые хотят чуть-чуть дешевле, чем в Межводном, взять участок. 10 соток также прекрасно со всеми коммуникациями. Газ, свет, вода. Здесь участки дешевле, но при этом это ближайшая локация. Мы сейчас с Юрой замерили, 7 минут мы ехали от Межводного. Это очень близко до моря. Здесь, если напрямую мы смотрим на море, то здесь километр-полтора до моря. Виды очень хорошие, красивые. Птички поют. Здесь вот уже люди приезжие буквально не так давно купили из Питера участок ИЖС. Уже домик красивый поставили, обнесли забором. Перспектива жизни здесь улучшается и расширяется. И сам поселок Снежное, он сейчас намного преобразился. На улицах, как грибы, растут новые свежайшие дома, потому что людям очень интересно. Это локация ближайшая к морю, но здесь можно подешевле купить для жизни свои участочки. Ну, либо на какое-то временное проживание в сезон. Мы рекомендуем обязательно тоже присмотреться к этой возможности. Мы выезжаем с этих участков ИЖС. Вы видите, что те, кто прикупил себе стройку, ведут, подумают забор, самостроение. То есть люди будут здесь жить и добра наживать. И это материал ракушечник, он очень недорогой. Так вот выглядит сам поселочек Снежное. Небольшой, газифицированный. Лена рассказывает мне о том, что вот этот вот мужчина, мы уже приехали Снежное, едем в сторону Зайца. Вот видите, у него участок, он приехал сам с Питера. Как я говорил, у него большущий попугай. Да, желтый. Здесь ему поставили вот такую вот лапу. Обошлась она ему в 100 тысяч рублей, чтобы к нему в дом пришло электричество. И живет себе человек, радуется, видно межводное. Они вот тут клубнику с женой выращивают на этом участке. Я была в сентябре, и прям большой урожай клубники они снимали. Казалось бы, просто пустое поле, но уже нарезанное. Сколько большой все-таки Крым. Смотрите, вот только что про питерцев им рассказывали. Он там находится возле Снежного. Поворачиваем камеру, в ту сторону у нас находится Зайцево. Но отсюда мы видим озеро Панское. Это у нас бухта Ярылгачское. Озеро Ярылгач и озеро Чарылгач. Все рядышком. И здесь, вот на этом поле, находятся гектары. Именно земли сельхозназначения. Участки в районе Снежного, между Снежным и Зайцево, сельхозиспользование, сельхозназначение по гектару. Вот здесь, в этой стороне, в зернохранилище, будет в ближайшее время установлена электрическая подстанция, от которой буквально прям уже считанные метры можно провести линию электропередач до своих участков. Здесь они в линию в ряд идут, поэтому можно каждому собственнику подать от себя заявление провести электричество. Это будет очень доступно. Так как здесь два села, Снежное и Зайцево, вдоль дороги идет центральный водопровод. Но хочу сказать, что местные жители сами здесь говорят о воде. Для них самое лучшее решение – это скважина. Близко грунтовые воды. В этом районе пресное подземное озеро находится 30 метров напряжения. И вода очень вкусная, очень хорошая для использования. В населенных пунктах есть газ под какие-то проекты. Ну и как инвестиция сейчас в доходную землю – это тоже очень крутое предложение. Здесь гектары дешевле, чем в межводном, но при этом они тоже имеют очень высокий потенциал именно инвестиционный. Здесь кайт 13-й. Парень тренирует сейчас самопуск и самопосадку, потому что людей немного сейчас. Чуть попозже поприезжают еще кайтеры. Говорит, что это лучшее место в России. Я всегда считал, что она получше место. Говорит, что здесь со всех сторон, со всех направлений дует ветер. И поэтому кайтерам здесь будет прям огнище. Ну, мы желаем всем кайтерам огнище. Вот такой вот водоемчик сейчас в доступе. Можно через него выйти уже в море. Там на косе катались ребята туда дальше. Озеро Панское тоже, говорит, великолепно для катавок. Если вы кайтер, вам здесь будет по кайфу. Мы возвращаемся теперь в Черноморское, либо Черноморский. Я рассказывал в прошлом видео о том, что местные жители считают, что это не ПГТ, а уже прям настоящий город. И отсюда у нас, видите, все равно пока Черноморское написано на знаках, как бы они ни считали, но по факту так и есть. С левой стороны очень красивый Мурал с цветами российского флага. Наши три калоры висят здесь вдоль всей дороги. Мы заезжаем в сам поселок, чтобы показать вам вообще набережную. От межводного приехать сюда, это буквально там 10, максимум 15 минут. И вы уже здесь. На расстоянии 10 километров находится поселок районного центра Черноморского. Поэтому все максимально рядышком. Если вам понадобятся там какие-то магазины большие, допустим, сим-карту сегодня искали, там нам сказали, езжайте в Черноморск. А в Черноморском все есть. Это говорили все жители, которых мы встречали, с которыми общались. Я думаю, в дальнейшем наши обзоры на эти места станут еще более красочные, потому что здесь будут уже листья на всех деревьях. Только-только весна здесь украшает все эти деревья. Право в комплекс апартаментов строится, называется «Итальянская деревня». И здесь по прямой набережная. С этой стороны тут всякие бары, кафешечки. С той стороны действительно прям набережная, люди загорают. Здесь есть разнообразные дворечки. Вот авторская, кондитерская. Девчули сидят, кушают что-то. Ну и мы переходим через пешеходный переход. Чтобы посмотреть, как в Черноморском выглядит непосредственно пляж. Девчули, он купается в море, как ей хорошо. Ну вот такой пляж, да. Я понимаю, что в летний период времени здесь инфраструктура подтягивается. И все выглядит гораздо интереснее. Потому что зачатки ее, в принципе, есть и переодевалки, и зонтики, и бунгало. И сама набережная. Смотрите, какая клевая сделана. На сваях лавочки. Освещение. Мусоркистая. То есть, в принципе, очень красиво. Там такой даже лестничный помост вниз. Это прям классно, когда инфраструктура вся присутствует. Когда море волнуется немножко. И такое приятное и притягательное. Хочется приезжать, отдыхать и наслаждаться. Лежать вместе с жителями и гостями этого поселка на этом песчаном берегу. И получать максимум удовольствия. Ходить на аттракциончики. Ну и сама бухта мне прям очень понравилась. У меня еще сегодня мечта побывать на новой открывшейся набережной в Евпаторе. Надеюсь, что у меня получится. Вот ребятам из Москвы привет. Они говорят, что в летний период здесь очень много людей на отдыхе. Вот такие дела. Ребята из Москвы в Межводном строят дом, а сюда приезжают на отдых на пляж. Вообще круто. Здравствуйте, как вас зовут? Меня Руслан. Руслан, мы с вами стоим на пляже Черноморского. Почему вы здесь находитесь? Ну, потому что на сегодняшний день мы бы хотели находиться в Межводном на пляже. И приехали именно туда, потому что у нас идет небольшая стройка. Мы решили там на берегу построить домик. Но в силу того, что там все перекрыто, закрыто и перекопано, вот приехали сюда подышать. По времени сколько у вас заняло дорога? Ну, по большому счету, с Межводного сюда приехать на машине это максимум 20 минут. Почему выбрали Межводное, а допустим, а не Черноморское для жизни? Когда я первый раз приехал вообще в этот район, регион, когда приехал на пляж Черноморское, мне он показался сильно загруженным. Было достаточно много людей. И линия пляжная показалась гораздо меньше, чем в Межводном. Потом я поехал туда. Там она более вытянутая, более такая комфортная в плане меньшего количества людей. Плюс, ну, там есть скальные берега, где море открытое, смотрится как океан. Поэтому вот этот вид меня там подкупил, по большому счету. Ну, получается, вы именно в этом виде купили себе участок и строите? Да, мы на первой линии с видом именно со скал взяли участок и строим там себе дом. Если не секрет, в каком году и почем покупали землю? В 16-м году, буквально вот в 14-м, как Крым перешел в Россию. Я первый раз приехал в 15-м, здесь осмотрелся, посмотрели, подумали. Тогда нам было достаточно сесть в любом кафе. И местные к нам шли со своими свидетельствами на землю и готовы были их отдавать там за какие-то смешные деньги. Выбрали просто то, что нам хотелось, и на тот момент там нам 10 соток обошлось в миллион рублей. А сейчас сколько? Сейчас, во-первых, там на первой линии уже ничего нет, а если и попадается, то от 3,5 миллиона. То есть в 3,5 раза ценник поднялся буквально за 8 лет. Ориентир такой, да. Дай бог, чтобы расслабить. Дай все, чтобы вы хорошо вложились. Вообще, сам поселок, вы уже столько времени, грубо говоря, ему посвятили. Как вам? Какие-то плюсы, минусы? Потому что мы для людей снимаем про это место? Нет, просто за то время, что мы там строимся, мы не торопимся, потому что ситуация не позволяет торопиться. В силу того, что как только начинается какое-то более-менее движение, поселок начинает жить, тут же токовид. Два года практически там ничего не давали делать, народ весит. Они живут за счет отдыхающих, все на тормозе. Дальше война началась, ну, военные действия. Охраняют как раз? Да, сейчас опять никто не может уже второй год толком ничего делать. То есть, по большому счету, люди потихоньку строятся, готовятся там на будущее. Все понимают, что, наверное, даст Бог, все это когда-то закончится, и все будут жить мирно и счастливо. Поэтому посмотрим. Я думаю, что будущее у этих мест неплохое, потому что, по факту, пляжи хорошие. Все нацелены, в общем, на море, на пляжи и так далее. Извините, там построить дом или гостиницу, это уже дело второе. Найдутся люди, которые это сделают. А инфраструктура самого поселочка? Нет, в самом Межуодном пока все очень слабенько. В этом смысле, конечно, Черноморское посильнее. Здесь и народу побольше всегда, но здесь очень все так плотно. Смотря что нужно отдыхающему. Одно дело там подышать, побродить где-то и что-то покушать. Был год какой-то, я не помню, сейчас точно не скажу, но за это время, там за пять лет, что мы там. Когда, в принципе, работало порядка там десяти нормальных ресторанчиков в сезон, в которых можно было и свежую рыбку поесть, и устрицы, и все там было. Но это все равно не Ялта. Может быть, со временем, то есть, если там будет такой же променад, как здесь, вдоль набережной, там можно и побегать, и на велосипеде погонять. Пока там, по большому счету, деревня. Если вы хотите вкусный творог и сметанки с яйцами настоящими и баранинку, то вам туда. Если вы хотите тусню, то, наверное, вам в Ялту. Вкусно первое прозвучало лично для Виялта 100%. Есть какие-то, может быть, проблемы на поселке? Чего бы вам хотелось, чтобы 100% изменилось? Нужно инфраструктуру немножко улучшать, потому что, особенно то, что касается набережной, хотелось бы променад, чтобы вдоль берега был. Аэропорт, кстати, очень просится в эти места куда-то поближе. Даже если вы, как раньше, прилетали в Симферополь, туда минимум это полтора часа дороги. И не каждый, скажем так, отдыхающий хочет труситься в машине там полтора часа. На весь Крым один аэропорт, по большому счету, это мало. Спасибо вам за рассказ. Спасибо. Дай бог, чтобы закончилась скорее война, освободили берега и вы жили под мирным небом. Спасибо вам. Всего доброго. Еще хотел бы выразить Руслану спасибо, потому что он занимается и развитием церкви, непосредственно в самом межводном. Мы такой довольно-таки интересные общественные деятели. Дай бог, чтобы у него все получалось. Просто как бы о себе человек не стал там не хвалиться ничего на камеру. И спасибо ему большое за рассказ и очень важная, интересная информация для всех, кто думает о том, чтобы здесь покупать что-то и переезжать сюда. И развивать территорию. Это центр у нас Черноморского. Впереди у нас улица Кирова называется. Ну и как здесь все красиво. То есть ограждение возле тротуаров, тротуары по двоим сторонам. Новая плиточка, чистенько, красивенько, привлекательно. Самый главный, что памятник Ленина стоит. Крутить прикол, короче. Елена пошла сакское мороженое покупать. Купила. Коробку с крюном. И соленые огурчики. Малосольные. Малосольные. Я не знаю, что все, почему я соленую потянула. Аж слюна потекла. Там такой большой отдел кулинарии вот в этом магазине. Яблоко называется. Я не удержалась от малосольных огурчиков. А я купил тим-карту себе наконец-то. У меня теперь волна. Безлимитным интернетом 650 рублей в месяц стоимостью. Я думаю, что надо. Каждый месяц по одному разу тут появляюсь. И без интернета прям очень тяжко. Слышно, как хрустит. Только включил, полетел. Вкусно. Ладно, ваше здоровье, ребят. Даша, краснодарское мороженое. Прямо. Это, конечно, вещь. Собор Николая Чудотворца. Туда дальше у нас в Джума-Джаме находится мечеть. И, друзья, сегодня, наконец-таки, посмотрю на новую набережную Терешковой В.Е.В.Патори. Красота должна быть. Мы недавно приезжали. Она открылась потом буквально там в течение недели. Ну, а сегодня, я думаю, сначала пройдем, посмотрим на нее первым свежим взглядом. Здесь парковочка вот против храма. Есть ли, точнее, люди тут расположены как-нибудь в своей машине. Широченно, красиво. Сейчас буду плакать и завидовать, потому что у нас такого не делают. Вот, как раз таки, шестиметровую в Анапе, новую набережную ждем. А здесь ширина ее просто нолью. Не хватает выделения отдельно под велодорожки. Но я думаю, что в наличии это тоже появится. Вау! И снизу бетончик. Еще там можно гулять. И подсыпочку сделали. Вот это да! Офигеть! Ну, много лет ее ждали. Говорят, на ней было отмыто очень много денег. В море стоят это такие буны, которые защищать этот берег от разрушения волнами. То есть, брать на себя части детские площадки, детские городки. Короче, я думаю, надо идти в самое начало и делать обзор на все самое интересное. Велосипеда мне этих тут не хватает, потому что вот так вот ехать гораздо круче. Начинается все от пляжа Солярис. Здесь песчаные лебеди в водорослях копошатся. Ну, и здесь такие вот камни начинают эту набережную. Это сбитые немножко водоросли. Ну, говорю, что водоросли есть везде во всех морях. Когда говорят, вот она пила у вас плохо водоросли, везде их там в других местах нет. Но это нечестно, потому что водоросли есть везде. И тут они тоже гниют, воняют. Причем очень сильно воняют. Ну, и хрен бы с ними. То есть, главное, чтобы то, что мусор убирали, и было чисто. Ну, и вот так выглядит вся набережная, которая длится в ту сторону. Фантастические красоты. Дальше здесь такой металлический забор. Из чего она состоит? То есть, мы видим камни, которые образуют бунт. Дальше идет мелкая галька на них сверху. И потом идут бетонные гасители волн. То есть, если шторм будет заходить, волны будут приходить, и в них будут гаситься, а не разрушать эту набережную. Между этими бунтами есть демпферные швы, которые заполнены липучкой, мы ее называли в детстве. Сейчас не знаю, как правильно называется эта прослойка. Я просто видел, как мужчина шел, говорит, смотри, как пигула сделали, тут мягкая. На самом деле, это так и должно быть, потому что между большими блоками, чтобы они при расширении и сужении от температур не разрушались, сделали молодцы, хорошо. Здесь лебеди сидят на водорослях, которые гниют и воняют, но мы с вами пойдем прогуляемся по набережной. Честно, я уже просто шел и грустил, потому что еще раз говорю, у нас в Анапе делают 6-метровую новую набережную, мы просто бешено счастливы. Здесь охренеть, какую набережную, какой пляж сделали. Но долго, правда, делали. Я еще сюда приезжал с женой своей в начале нашего брака, то есть это прям дофига лет прошло. Напишите, когда начали. Я на столько времени простоял закрытый, буквально месяц назад, наверное, только ее открыли. Дальше здесь еще с этих пляжей мы видим золотые пляжи Евпатории на выезде в сторону Сак. Посмотрим, может быть, если успеем, туда тоже заедем. Но сейчас идем прогуляться и посмотреть вообще, что здесь интересного есть. Я предлагаю начать, наверное, с пляжика, чтобы уже потом двигаться к самой набережной. Мне очень понравилось сейчас шел в эту сторону рассматривать дома, которые расположены по набережной Терешковой. Так что все интересное я вам тоже буду показывать. Здесь галька. Здесь выглядит отлично. Здесь тоже водорослями закидал. Я так понимаю, что во время шторма сюда прилетело. И очень много, кстати, лебедей. Меня тоже поратывал. Галька здесь, по-моему, уложена плотно. Девушка на велосипеде спокойно подъехала к берегу. Там на камушках мужчинки ловят рыбку. Чуть-чуть штормового мусора, что тоже мелочи жизни. Ну и водоросля. Повторюсь, есть везде. И критичного в этом нет абсолютно ничего. Ну и здравствуй, молечка. Посмотрим, какое оно здесь на ощупь. Вот так прям в гальку проваливаешься. Ну прохладная, честно, водичка. Это я бы, наверное, искупнулся. Единственное, у меня все в машине осталось. И надо двигаться по набережной. Вот эти буны мне тоже в море очень нравятся. То есть сделаны специально, чтобы развивать волны. Тут несколько штук вдоль всей набережной. То есть думали сразу о том, как будет она противостоять шторму. Ну, в общем, места крутые. И, кстати, вот видим, что строительство идет. И многие дома здесь тоже на реконструкции находятся. Дальше береговая линия немножечко сужается. Как я понимаю, здесь она расширена для того, чтобы останавливать течение. И образует такой вот полумесяц вдоль всей бухты. Мы приближаемся к бетонным ограждениям. Дальше, о чем я говорил. Видите, это здесь волны-гасители, бетонные основания. То есть катайся на велосипедах. Я думаю, тут будут загорать летний период времени. И вот второй уровень этих гасителей, которые уже отделаны непосредственно мрамором. Вау, просто очень круто это смотрится. И дальше также плиточка, лавочки, мусорки и освещение. С той стороны проезжая часть, которая отделена специальными заграждениями. Ну и строение. Конечно, здесь такие очень интересные, да, все набережные. Тут видно рулонный газон расстилали. То есть еще и зеленая зона. Хотелось бы, конечно, побольше деревьев. Людей я, кстати, как только вышел, видел очень много. Лавочки, кстати, классные тоже. Меня порадовало, что практически на всех этих лавочках сидят люди. То есть набережная востребована. Не просто она появилась, знаете, там никому не нужна. На сегодня, друзья, четверг, 6 часов, 10 минут. Большое количество людей, которые здесь гуляют. Здесь почему-то даже не на самой набережной. Здесь деревья какая-то беда. То есть там тоже не особо много. Там в заводворах уже больше зелени. Отсюда уже видим высаженные туи. Дали до этого места и, в принципе, не было. Какое красивое здание. Идет реконструкция, мы видим. Но, к сожалению, так как здесь идет прикрытие. Ну, вообще, вы видите, там лишние артефакты. Я их не комментирую на набережной. Это все для защиты города. Потому что идет война, в принципе, это нормально. Дай бог, чтобы наша армия защищала. Так вот, из-за этого прикрытия вообще, в принципе, города. Потому что мы постоянно летают здесь какие-то беспилотники. Не работает GPS вообще, в принципе. И поэтому я вот иду, ну, показываю. Вот здание красивое, интересное. А прокомментировать по названиям с карты я не могу, что это, где находится. Так что, если вы знаете, что-то пищите. О, Елена сидит на набережной. Здесь интересные вот эти домики. С той стороны там, в принципе, контент будет одинаковый. То есть постоянно насыпь, туда-дальше море. Люди прогуливаются, кто-то по бетончику, кто-то дальше. То есть оно очень большое и красивое этот массив набережной. Фонари такие высокие. Я, честно, в восторге. Особенно от размаха и ширины этой конструктивной особенности данной набережной. Елена, как вам набережная? Мне очень прекрасно. Я вот смотрю просто, у нее какой-то масштаб, какой-то размах. Тут просто летать можно. Не то, что ходить, а просто вот хочется полететь. Нет, очень круто, конечно. Я предполагаю, конечно, что все новые изменения связаны с тем, что развитие Западного Крыма все-таки. В Паторе это центральный город, где будут строиться, планируются золотые пески. Комплекс такой круглогодичный, курортный. Поэтому и в Паторе будет такой столицей Западного Крыма. И самого длинного побережья в России. И это в планах у Министерства Крыма по туризму. Ну, дай бог, как говорится. Спасибо большое. Я еще больше взгрустнул, что нам в Анапе такой набережной не дождаться. Зато, может, в новой Анапе у нас будет набережная Крыма. Смотри, какие строения интересные. Домики. То есть пошли в частный, наверное, обычный сектор. И вот я помню вот это здание, когда я впервые его видел. Ну, тут как-то через забор, по-моему, защемились. Тогда такой, вау, готический какой-то стиль лично для меня. Цвета такие интересные. Раньше, как говорится, в Анапе таких не встречал. Потом уже по России, когда чуть поездил, узнал, что в многих местах такие бывают. Конструкции тут, тем более, как, видите, строилось одно здание, над ним там другое. Тут, наверное, был свободный проход. Вот там лепили, как могли. И получилось вот то, что получилось. Здесь набережная немножко поворачивает. Мы поднимемся дальше. Здесь у нас Борис Балтер. Евпатория. Клевый, что-то такой памятник интересный. Всего меньше часа езды. От Черноморского и Межводного. Да? Как все рядом. Прям вот сели и приехали. Не составило труда никакого. Не заметили. Казалось, что мы, возможно, и не успеем никуда. Вот мы еще даже до заката прогуливаемся по этой набережной. И показываем всю эту красоту. Здесь, смотрите, дом как без реставрации стоит. А вот в соседнем. Видно, что и балкон люди подредактировали. Вокруг себя красочкой покрасили. Поставили там гамачок, на котором можно посидеть металлический. И цветочки посадили. Смотрите, как было. Стало. То есть довольно-таки интересно. Сделали для себя реставрацию. У них еще под окнами такая красота в виде набережной появилась. Также набережная я не озвучил, что есть ливневая система. То есть она между газоном и основной плиткой. Здесь тоже, видите, два дерева каких-то воткнули. В общем, со зелеными насаждениями здесь пока, честно, беда. Тоже старое здание какое-то заброшенное. Можно себе передать приветик. Во всем черноморские, во все ваши города, ребятки. Здесь места довольно-таки интересно смотрятся. Это, я так понимаю, туалет там должен появиться. Да, видите, пока еще не работает. Чтобы набережная не привлекала внимания. Ну, это, наверное, кофейня будет. Мы вернулись обратно к собору Николая Чудотворца. Хочется просто дойти до конца новой набережной. Увидеть все ее моменты, что уже сделано. Старый город обрел свою новую набережную. Это просто великолепно. Посмотрите, сколько людей. Особенно в этом центровом месте находится сейчас. Тут же убирают мусор, чтобы было чисто реализовано. И скаминечки, в которых можно посидеть. То есть, причем большие пространства. Ну и вот детская площадка. На ней вообще настоящий аншлаг происходит. Столько детей, взрослых, все смеются. Вот, посмотрите, насколько востребованы детские пространства. Это и в Подторе. Новая набережная, Теречковая. Итей просто нереально много. Очереди на площадках. Надо больше делать таких детских пространств, чтобы детям было где поиграть. Представь, что до открытия выходил, посмотрите на это качели. Мы продолжаем движение, но здесь людей явно стало больше. Не со мной. Дорегу и гуляющих. Ну и партнер. В принципе, тоже нравится, как выглядит. Какая амфора красивая. Уверен, ребятки, что равнодушных не осталось. Хотя, я думаю, что местных блогеров уже все посмотрели. Они сюда приехали все не по одному разу. Вот тут, смотрите, турник находится в дереве. Наверное, много-много лет к которому. Там аллейка прогулочная. Как классно стало без заборов. С таким невероятно просторным пространством. Размер набережной для меня прям реально зависть. То есть, это тоже в концепцию ходит. Перед храмом, мечетью. Везде можно прогуливаться. В театре, лавочки, зелень, клумбы, мостики. Чего тут только нет, друзья. Лавочки. Просто иди, сиди и отдыхай. Там ребят такие харизматичные. Уселись, кайфуют. Фантастик. Я доволен. Мечеть поравнялись с ней. Кстати, я думаю, это мостик над речкой. А здесь мотостик над дорожкой. То есть, чтобы повеселее было покататься. Наверное, все где так. И туда дальше так же он уходит. Ребята с гитарами. В общем, место прям ожившее. Вот еще туалет здесь, платы. Но этот хотя бы работает. То есть, возможно, какие-то прокат машинок здесь будет. Вот, допустим, в Полянке. А дальше здесь детки будут кататься на них. По всему периметру. Если знаете, кстати, что это, как это, то пишите. А может, это велодорожка. Так реализована. Здесь тоже знаменитое место, в котором играли. Или просто сидят, общаются. Вот сейчас видим, семья сидит, кушает. Мы тут видели в доминошке очень часто рубились. А вот, собственно, семейство прогуливается с самокатом, с детками, с самой дорожкой. Музыкант пришел. Чуть попозже начнется музычка. Тут, кстати, бордюр стал пониже. То есть, либо мы поднялись выше. Ну, стало видно то, что происходит на пляже гораздо проще. И открывается вид полностью. Видите, у нас набережная. Сколько мы уже с вами прошли расстояние. Очень хочу прокатиться на колесе обозрения. Надеюсь, что оно заработает в скором времени. Туалет по прямой. Здесь я не вижу, чтобы он работал. Очень нужен велосипед, чтобы, кажется, более интересно и красиво снимать эти места. Ты стараешься идти хорошо, чтобы вас особо не еркало. Но, конечно, свелико получится лучше. Кстати, на этой площадке тоже детей много. Здесь такие лабиринты сделаны. Но я бы не сказал, что столько ждал, сколько было в тех местах. Даже вот на той качельке точно такой же практически. Детей поменьше. Газончики новые. Кстати, быстро доделали. Я думал, что вот эти территории будут очень долго открывать. Но нет, все произошло очень быстро. Очень жалею, что не все здания знают. Здесь у нас обелиск есть. И дальше тоже амфитеатр такой выставлен. И мы проходим уже до пирса. К которому, кстати, сейчас берег не подходит. Я не знаю, чего до конца не завалили. Может быть, какие-то на него планы есть. Здесь кафешечка с видом на море. Жалко, что закат у нас с этой стороны. К большому сожалению, хотелось бы, чтобы все-таки еще сегодня на красивом закате, сходящимся с солнцем за морские воды, вам все это запечатлеть. Здесь береговая линия опять становится шире. Кстати, кафе, я так понимаю, тоже обновленное. Потому что очень красиво все смотрится. Все симпатичненько. Напротив кафе сделана большая площадь. Два домика. Ой, там вообще круто, как включился полив, ребят. Давайте одним глазком посмотрим на море. Как вот здесь выйдет. Вон кафе называется «На семи петрах» с 10 до 11 вечера. Весь в его выходных. Работать на втором этаже. Может быть, на обратном бутике. Как раз-таки там затестировать кофеечка. О, а здесь бац, обрыв. Надо ставить ограждение. То есть, видите, что-то недоделанное. Потому что, если бы я не посмотрел бы, можно было бы навернуться. Там дальше перс. И еще чуть-чуть можно пройти до конца этой наибрисной. Для кафе, честно, это очень понравилось. Клево так вписано. Получается, вы частично оставили. Если кто-то будет смотреть с местами, обязательно расскажите нам про это местечко. Мне будет очень важно. С вас есть очень. Там берег моря с рыбаками, отдыхающими людьми в нем. Выглядит тоже великолепно. Я очень доволен. Хотел бы я такое село напить? Да. Потому что, мне кажется, что наш почему-то город как-то медленнее развивается. Ну, хотя, тут 7-8 лет. У нас Новая Анапа впереди. Новую набережную строят. Есть новая набережная построена. Но тут масштаб настолько огромный, что ты понимаешь, что у нас в городе это прям вообще капля в море. Я думаю, что вы со мной согласитесь. Ну, и тут посмотрите, как это круто смотрится. Поливалочки. Ай, прям зелененький газончик. Сделал фотографию, сделал забеденную съемку. Смотрится это прям прикольно. Потому что тоже такого сильного полива нигде не видел. Здесь деревьев, пустарничков всяких разных высажено. Прямо великое множество. Вот так же по всей набережной надо это все реализовать. Доходим до сужения набережной. Но при этом пляжная территория остается без изменений. Фереди у нас еще один храм. Сзади нас остался сквер имени Караева. Здесь тоже асфальтное покрытие перекрыли. То есть, несмотря на то, что набережная сужилась. То есть, пляжная территория большая. И людей очень много. Здесь старая зелень сохранилась. Большие деревья, которые будут для людей создавать тени. Ну, а вон темп. Прямо сборище рыбаков. Ну, дальше небольшой порт. Ребятки, я жду от вас комментариев. Обязательно не зря ли мы приехали, чтобы посмотреть на эту красоту. Потому что я, в принципе, в восторге. Есть небольшое расстройство. Из-за того момента, что у нас такого нету. Я очень бы хотелось. Конкуренция все больше. И все меньше хватает. Нам в Анапе каких-то моментов для привлекательности. Я еще раз говорю, нас ждет новая Анапа. Но хочется, чтобы и в старой Анапе, как здесь, в старом городе, наводили в порядке. Смотрите, какой великолепный храм. Деревья белые, аромат. У нас, кстати, сейчас цветет абсолютно все. То, что у нас должно было там к концу мая даже зацветать, уже цветет. Даже сирень цветет, ребят. Что у нас происходит в этом году с летом? Дай бог, придет там засуха. Это, конечно, будет очень печально. Какая красота. Ну, на этом все. Крымская весна. 10 лет вместе. От души. Ребят, я рад, что все у вас хорошо. И время показало, что все было и тогда сделано правильно. И дай бог, чтобы в дальнейшем так-то было возвращение домой и снова набережной. Я, честно, очень горд и в Подторе. Хотя и там набережная не хуже. Тоже широкая, прекрасная. Но и теперь город обзавелся такими великолепными пляжами. Еще и такой красивой набережной. Ну, а мы отправляемся дальше. Надо еще чем-то покушать. Все здания подвинуть и чтобы набережная соединилась. Но вдруг когда-нибудь получится. Вот классно. Здесь, как я сказал, рыбацкий ажиотаж. Ребята, мы зашли в заведение. Заведение, кстати, прикольное. Клевое место называется. Выглядит оно вот так вот. Сейчас будут играть на сексофоне и петь песни, да? К вашему вниманию, я взяла вот это, думала, меню. А это все типа барная карта. Ну, нам это вообще не надо. Посмотрите, какое меню. Там валит один листик. А это все типа барная карта, напитки. 15-го рит, 15 барабуль, 5 бычков плюс 2 пива в подарок. 990. Ой, слушай, а тут еще и ценник прям неплохой. 2 пива и столько рыбы. Прям круто. Так, ребятки, смотрим по ценам. Топ. Это как 5 килограмм криметок за 1600. Да, да, да. То есть ценники прям огонь. Поэтому я думаю, что мы зашли прям реально в клевое место. Да, да, да. Рапан Эвенжер, Мидии с овощами по Севастопольске. 520. Господи. Ой, Юра, давай, выбирай вкусняшку. Юра прям в шоке. Ладно, я вам покажу, что я выбрал. Сейчас буду думать. Тут еще и сексофон пошел. Там заказано, ребята, первое, картошка фри, уха. Все стандартно, Юра, салат греческий для вегетарианцев. Какие трамвочки. Вышел немножко воздухом подышать. Слушай, прям лето, ребята. Это круто. Так, ну, картошка фри пришла. Картошка фри у нас и три соуса. Прикиньте, как идет. 289 рублей. Елена в шоке. Какой мини-салат, она что-то в шоке. Это салат на компанию, а не на форте. Это одна трава. Что надо выговаривать? Какая разница, Юра, греческий салат в таком уровне. Большого объема я никогда не видела. Купите или не купите мини-участок сахара. Но я уже начинаю вам рекомендовать. Ну, это просто рак. Сухарики, лимончик с перчиком. Аромат вообще пушечка. Обед моряка, ребята, вы просто посмотрите. Это... Я не знаю, как показать. Тут очень много рыбы. В плевом месте ресторан, так же называется, плевое место. Это восхитительно. У Юры просто шикарная уха. С рыбками, с мидиями. С целыми кусочками. Это что-то с чем-то. Я такой, честно, не ел. И вкус, вот, прям огонь. Вот это вообще пушка. Тут еще и креветка в ухе. Уха восхитительная. Я давно не ел ухи, но вкус помню. Даже самое последнее. Ну, классное всегда блюдо, особенно, когда сам готовишь. Ну, и здесь оно вызывает у меня прям вауэффект. Все блюда у меня, ну, наверное, кроме картошки фри, вызвали вауэффект. Что надо добавить, ребята? Заведение просто космос, пушка-петарда. Советую всем, кто будет здесь, посещайте. То есть, вот там кафе, то я показывал. Сюда приходите, клевое место. Елена, в глаза улыбаться не может. Короче, желудок-то седулся. Я не могу, я в восторге. Это прекрасно. Все, переходим дорогу и отправляемся, ребята, еще чуть-чуть. Посмотрим на то, что здесь происходит и дальше к машине и в сторону дома. Вечерняя атмосфера. То есть, в принципе-то все тоже очень красиво смотрится. С подсветками, с таким вот вауэффектом. За счет того, что фонари находятся высоко, создается такое прям воздушное освещение. Я бы сказал, не знаю, как это правильно назвать. Ну, это единственное, что под серединкой, видите, темно. Но возле фонарей прям очень классно. Зеленые газончики здесь. Работает автополив, я так понимаю. Постепенно на каждый газон отдельно включается. И давайте выйдем на саму набережную. Хотелось бы еще видеть, когда запустится здесь вот этот фонтан в центре с подсветкой. И как тогда здесь все будет играть красками. Трогательный фонтанчик будет, я думаю, супер. Если вы его запускали уже, напишите, пожалуйста, в комментариях. Потому что, ну, сегодня мог бы он работать. Уже такая же ришка стояла. Интересно, почему не работал. Выходим на набережную. Ох ты, какие харизматичные тут ребята сидят. Сколько людей гуляет. В сверху этом кафе, кстати, появилось звездное небо. С видом на море. Набережная Евпатория. Реально, как будто сезон. Сама набережная стала таким невероятным местом притяжения. Куда как раз таки люди приходят, чтобы погулять, пообщаться, поговорить. Везде улыбки, радость, детский смех. А внутри все подсвечено. Такие вот исполнения на набережной. Круто, слушайте, полиция ходит. Я их, причем, уже второй раз я сегодня встречаю. Ну, второй раз иду, второй раз встречаю полицию. Круто. Но площадочки здесь, конечно, освещения не хватает. Не хотят, чтобы дети тут к углу суточной играли. Подождите, вот на той крусили до сих пор аншлаг. Туда дальше. Все фонари работают. До конца вы можете увидеть, сколько еще. Можно прогуливаться по этой набережной. Ну, я прям доволен. Хотел бы вообще такую в Анапе. Да. Желательно по всей Анапе. Ну, единственное, что здесь волнорезы. Я бы хотел белые балясинки. Они мне больше нравятся. Хотя и к такому был бы согласен. Потому что прогулочная зона – фантастика. И люди у нас любят гулять, а не сидеть дома. Только дайте им возможность такое. Интересно, конечно, как и снимет GoPro, потому что она не любит ночные съемки. Но надеюсь, что все получится. Заканчивается поездка и наш сюжет с Юрой Азаровским. Я могу помочь приобрести земельный участок в Западном Крыму. Непосредственно большое количество вариантов межводное. Но также можем рассматривать Оленивку и Ида и в Подоре. А сейчас время такое, когда я рекомендую не думать, а просто делать. Даже если вы не хотите переезжать и покупать земельный участок на будущее для себя, для своей семьи, для своих детей. Сейчас настолько выгодное время, имея хотя бы от 354 тысяч, а это небольшие деньги, купить какую-то недвижимость в Западном Крыму, которая действительно встанет. Золотым запасом вашего семейного бюджета. Потому что земля дорожает, она и будет дальше дорожать. Никогда у нас не было такого в истории, чтобы земля дешевела. И сейчас та уникальная возможность, когда такая ситуация сейчас происходит. Есть небольшой сложенный спрос, но в начале 2024 года вопрос очень резко повысился по отношению к 2023 году. И сейчас спрос начинает превышать предложение, потому что земельных участков от собственников по очень выгодным ценам тоже имеют какие-то пределы. Она просто будет заканчиваться. И будет другая вторая волна, уже цена тех людей, которые купили свое время землю и выставляют на продажу. Итак, дорогие мои, Елену мы благодарим за то, что мы побывали с вами опять в Западном Крыму. Сегодня посмотрели межводное, несколько пляжей, побывали в Черноморском. Я надеюсь, этот видеосюжет был полезен для тех, кто ищет возможности как-то либо вложить свои средства, либо приобрести именно землю для дальнейшего проживания в Крыму. Потому что показали много мест, интересных мест. Мне сегодняшний обзор понравился. Я тоже на самом деле начал задумываться, может быть, стоит тоже прикупить в том районе с видом на море в старости, поставить домик деревянный какой-нибудь и сидеть, смотреть, как волнуется море, как будто океан. Потому что вот мужчина, который давал интервью, он сказал, что вот мы там и взяли, потому что ты смотришь, оно бескрайнее. Это выглядит восхитительно. Можно подумать, оценить риски. Мы Крыму желаем, скорее всего, мирного неба, открытия всех пляжей, чтобы, во-первых, и мы могли туда ходить, и люди могли приезжать отдыхать. Вам всем привет, Черноморский. С вами был Юрий Озаровский. Увидимся в следующем видеостюжете. Всем пока-пока. До встречи.